МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Всех очень приветствую! Сегодня поговорим о Карелии. О чудесной Карелии, красивой, прекрасной, которая находится совсем рядом от Санкт-Петербурга. Куда приехать на денечек-другой, а может быть, провести недельный отпуск? Это большое удовольствие. Сегодня поговорим об этом регионе. О регионе озерном, болотистом, с спорной принадлежностью, со сложной историей. О регионе очень красивом. Это и та самая мифическая Гиперборея, и та самая Кемска Волость. Плюс регион, который достаточно большой территориально, и его не так просто посмотреть весь, но он достаточно удобно расположен к Санкт-Петербургу, к Москве, поэтому смело можно разбить, например, знакомство с Карелией на нескольких коротеньких поездок. На 2-3 дня, пользуясь, например, общественным транспортом, туда легко добраться на автобусе или на поезде, или уж тем более на своей машине. Скоро у нас и майские праздники, и лето, поэтому наверняка многие петербуржцы отправятся куда-нибудь на луну природы. Карелия в этом смысле предложить может большое разнообразие красот и природных, и городских, и достопримечательностей. Плюс это очень вкусная региона. Как раз обо всем об этом сегодня и будем разговаривать. Если мы сейчас включим первый кадр, первый слайд, это, если хотите, такая общая приветственная картина того, что может в Расчудесной Карелии вас встречать. То есть вода, действительно край озерный, и водопадов, и рек, и озер там хватает, и Ладожское, и Онежское озера, плюс и Белое море, то есть всякой разной красивой воды в Карелии много. Природа вот такая нетронутая абсолютно. Да, понятно, северная, то есть суровая, с такой брутальной мужской романтики, там в Карелии, конечно, хватает. То есть вот эти невысокие сосны, которые растут на гранитных валунах, это просто визуально здорово смотрится, когда просто едешь на машине и видишь это из окон. А уж действительно побродить, погулять, подышать этим чистейшим воздухом, это классно. Плюс Карелия один из экологически самых чистых регионов нашей страны, поэтому действительно дышать там нужно полной грудью. А, поедемте. Вот прям вот возьмем и поедем. Вот просто с карты начнем. Потому что логично, как мне кажется, какой-нибудь один город в Карелии выбрать как место, откуда мы будем совершать такие экскурсионные набеги и смотреть регион. Вы сейчас видите такой путь, который проложен между Финским заливом и Ладожским озером по Карельскому перешейку в сторону города Сартовала. Вот как мне кажется, для первого знакомства с Карелией он совершенно идеален. 280 километров, не торопясь, если 4 часа, и вы уже там. Более того, очень красивый путь до Сартовала, и я бы, например, ехал даже не 4 часа, а просто целый день. Вот неторопливо, как вообще все в Карелии, никуда не спеша, и тот же самый Карельский перешейк так внимательно рассматривая. Можно сделать первую остановку неподалеку от Петербурга на курорте Игора. Он сегодня всесезонный, и просто посмотреть, какие там чудесные красоты построили относительно недавно, в том числе и трассу Формулы-1, которая, правда, может быть, уже и не сильно пригодится, но смотрится здорово. А дальше пороги Влосево. Отличная остановка на полчаса-час точно, особенно если вы с детьми, с детьми городскими, которые не знают, что такое пороги или водопады, а там между двух озер большой перепад высот, и с грохотом, особенно по весне, вода спускается в обход камней. Это очень классно, особенно в конце лета в Влосево еще и знаменитые фестивали происходят, вот, каякеров, байдарочников и вот всех любителей такого экстремального отдыха на воде. Как вариант, можно остановиться у бухты Владимирской, посмотреть, как выглядит Каневец, или даже, может быть, туда успеть сплавать на теплоходике, потому что Каневец это как раз Ладога, это известный монастырь на Конь-Остры, как раз на севере Ладожского озера. А потом, например, остановиться пообедать можно в Приозерске, где прекрасный хлебобулочный комбинат, который разносит на весь город вообще аромат свежевыпеченного хлеба, и где есть чудесная крепость Карела. Очень уютная, ну, если крепость может быть уютной, вот как будто андулином выложенная, такая аккуратненькая, и там тоже погулять здорово. И вот так, неторопливо, да, что называется, со всеми остановками мы проезжаем в Ленинградскую область, пересекаем границу с Карелией. Слава богу, сегодня там есть дорога, очень долго там была грунтовка, по которой на простой легковой машине было не проехать. Нет, сейчас все хорошо. И уже в Карелии смело можно сделать еще одну остановку до Сартовала, это город Лахденпохья. Там прямо с трассы видна знаменитая кирха Яккима, а относительно недавно там сделали симпатичный музей город Ангелов. И вот на фоне красного кирпича эти разные из дерева сделанные ангелочки смотрятся любопытно. И таким образом добрались мы с вами до Сартовала. Повторюсь, кто хочет за 4 часа, кто хочет за целый день. И в городе смело можно остановиться. Вы знаете, чем Карелия здорово и в лучшую сторону отличается от многих других российских регионов, всегда можно найти хороший отель. Вот с туристической инфраструктурой в Карелии в последнее время все в порядке. И туалетов хватает, и кафе-ресторан, и любой кошелек, и отели. От простеньких советских, больше на санатории похожих, до стильных, дорогих, со спа-центром, сауны и так далее. Какая там красная рыба, вкуснейшая в кафешечках просто. Вы, наверное, Думберге имеете в виду, в Сартовалах. Да, в Сартовале какой-то маленькая кафешка. Там такая просто потрясающая уха, прям слюнки потекли. Карла Кейта, да, рыбный суп на сливках, как вот финны его любили готовить. В Финляндии мы пока поедем не скоро, поэтому в Сартовало как раз сможем этот суп отведать. Ничем не хуже с картошечкой, на сливочках. Отлично. Вот, кстати, в Сартовало тоже можно приехать и сразу пообедать. Вот правильный подход, мне очень-очень нравится. То есть и пообедать, и переночевать в Сартовало есть где. Кстати, большой вопрос в Сартовала или в Сартовале. Потому что даже местные склоняют, поэтому я и так, и так. А чем хорош город? Понятно, что его используют как некий плацдарм, чтобы ехать, смотреть Карелию дальше. Но можно и в Сартовало задержаться на денек-другой. Просто по городу погулять, побродить для жителей пятимиллионного Петербурга. Маленький город, это всегда очаровательно. Когда ты его за 15 минут проходишь весь, просто пешком. Плюс еще и по пути находишь отличные примеры вот этого национального романтизма. То есть того самого северного модерна, петербургский извод которого мы с вами встречаем там на Петроградской стороне, или в нашем городе, или в Выборге, например, Сартовала его тоже хватает. То есть вот это вот самое начало 20 века. И финского функционализма тоже много, потому что город долгое время был как раз финским, поэтому за северным модерном Сартовало можно смело ехать. Плюс, относительно недавно появилось много пешеходных троп. Например, гора Паасо. А на эта тропа подсвечена, чуть в стороне от города находится, можно подняться, там все видно, все безопасно. И сверху отличный вид на природные красоты. А Сартовало это самый берег Ладоги и, конечно, на сам город. Очень хороший, мне очень нравится парк, который называется Бак-Косалми. Там гора Кухабуори, на которую тоже ведет пешеходная тропа и тоже, опять же, смотровая площадка. То есть не нужно ожидать от Сартовала большого количества эфелевых башен. То есть там нет всемирно известных достопримечательностей архитектурных. Там есть это ощущение тишины, комфорта, спокойствия маленького города и вот некое такое единение с природой. Но если я не путаю, там же вроде бы есть небольшой Крывический музей, правильно? Крывический очень хороший, да, совершенно верно. Как раз на берегу, вот после парка можно в него заглянуть. А если, Анна, про музей продолжать разговор, я бы еще посоветовал музей Каранида Александровича Гоголева. Вот он в самом центре находится. Это был резчик по дереву, просто с мировым именем. Да, 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 да. Очень красивые, интересные, резные вот эти вот все. Вот эти 3D такие объемные картины у него из дерева. Ну это что-то совершенно оригинальное, такого больше не найти. Его, к сожалению, нет живых, но вот его дочь, она продолжает музеем заниматься. И туда просто стоит заглянуть. Там экскурсоводы совершенно фанаты своего дела. И вот там просто час-полтора оттуда не отойти от этих картин, от этих работ. Классно. И когда мы в Сартовало переночевали, то на следующий день опять же имеет смысл отправиться на Валаам. Тут все понятно. Мне кажется, в каких-то дополнительных рекомендациях и этот остров, и сам поселочек, что на острове находится, и понятно, сам монастырь точно не нуждается. Валаамский ставропегиальный мужской монастырь известен далеко за пределами нашей страны. И это уникальное сочетание вот именно природы, вот этой карельской чудесной, такого сурового северного ландшафта, русской архитектуры и вот такого православного монашеского подвига. Там есть что посмотреть, и там можно провести даже пару дней. Очень здорово, что сегодня вот паломническая служба работает там как, ну просто гостиничная, да, и приглашает просто даже вот светских путешественников, кто приехал посмотреть архитектуру и просто увидеть Валаам своими глазами, там остаться на ночь. Это большое удовольствие, потому что когда все туристические теплоходики уже во второй половине дня отпыли, вы остались, встретили там закат, там переночевали в этой тишине, под колокольный звон проснулись. Это, конечно, классно, что говорить. Многие сортовало так и используют, как город, как некий перевалочный пункт для того, чтобы потом теплоходикам отправиться на Валаам. Из Петербурга это просто дороже. Если с Валаамом мы покончили за день-другой, да, вновь вернулись с сортовало, то дальше можно отправиться в сторону, опять же, всем известного каньона Русскеала, но не торопиться и притормозить у легендарных порогах и водопадах Ахвенковски. Они хороши в любое время года. Я совсем недавно с группой был там зимой. Вот это уже, понятно, летняя фотография. А еще здорово, они как раз в конце весны, когда вместе с талыми водами вот это все бурлит. А Ахвенковски никогда не славились какой-то прозрачной водой, она всегда такая торфяная, чуть-чуть темная, очень красивая. И русские альские водопады, их еще называют эти водопады Ахвенковски, они невысокие. То есть, ну, наверное, 3-4 метра, что ли, общая высота. Почему они известны, почему там хочется сделать остановку. Благодаря советскому фильму «Азорь здесь тихий», который многие называют чуть ли не вообще самым прозрительным фильмом о войне, как раз вот эти пороги стали известны всему Советскому Союзу. Потому что именно здесь купалась Женька. И вот тот самый Женькин плюс, это вот, ну, такое некое, даже не стремнино, что ли, а такое большое место, где разливаются эти водопады. И это увидеть можно, там здорово, что стоят информационные плаканы как раз с кадрами из этого фильма, чтобы можно было сравнить то, что вы видите сейчас с тем, что увидели когда-то на экране. Снимали здесь и «На камнях растут деревья», снимали здесь фильм «Темный мир». Там по сценарию нужно было такой домик-будочку поставить, ее построили, а потом ее даже разрушать не стали. Очень здорово она смотрится как раз. У меня здесь нет на фотографии, но вот надо приехать и посмотреть своими глазами. Плюс там еще и вкусный карельский чай, ребята, заваривают. То есть там хорошо, провести можно смело часок. Там сделано что-то вроде эко-тропы, успею рассказать перед переменой, которая стоит там в районе 100-200 рублей и дает возможность пройти все как раз эти водопады, и насладиться, все пофотографировать и с ними познакомиться. На телеканале 78 продолжается внеклассное чтение. Денис Зоткин рассказывает нам про красоты Карелии. На чем мы остановились? Давайте продолжать. Остановились, наверное, чуть ли не на самом красивом и самом интересном, как обычно. По законам драматургии. Потому что мы, посмотрев пороги Ахвенкоски, направлялись в сторону Кускеала. Кто же не знает? Легендарный то ли каньон, то ли карьер. Тут спорят филологи и географы Рускеала. Куда сегодня уже просто приходят, знаете, поезда, например, из Москвы. И туристы, которые видели Карелию только на информационных планкатах, с удовольствием, конечно, все это хотят увидеть своими глазами. Я не буду тут долго. Я скажу, что Рускеала, это правда, очень красиво и здорово. Уверен, что половина петербуржцев хоть раз видели этот каньон. Он уже, если нет, то срочно нужно ехать, причем даже не нужно дожидаться лета. А, Денис, а когда лучше? Вот, говоришь, лучше осенью, когда вот такие красоты или, наоборот, зимой. Посмотрите, следующий слайд. Это зима. Да. Это зима этого года. Это было снято буквально пару месяцев назад. Мы были с группой как раз в Рускеала. Чем здорово зимой в Карелии и в Рускеала включают подсветку? Летом ее нет. Весной и осенью тоже. Только вот в зимнее время. А они за пару часов до закрытия парка включают, и он просто зажигается какими-то новыми. Ну, это сказочное место. Это сказочное место, да. Вроде бы все начиналось очень прозаично. То есть это был карьер, где добывали мрамор. Мрамор для облицовки многих зданий Петербурга. Например, наш мраморный дворец или там Исаакиевский собор. Они облицованы как раз вот этим, русский альский. Мы его еще называли Сердобольский мрамор. Сердоболь, Сартовала. Но сегодня это горный парк, который превращен просто в настоящий туристический центр. Карелия – это сказка. Там, правда, очень здорово. Причем туда точно нужно приехать на целый день. А если это лето, то нужно и подземную русский альгу посмотреть. И обязательно посмотреть, как здорово такой зиплайн, там проведена такая линия, и на такой тарзанке вы летите над этим карьером. И лодочку там взять в аренду и покататься, поплавать. А если зимой, то, например, такого белого снега я, ну, наверное, не видел просто нигде. В окрестностях Петербурга, да, все-таки так от Рускеала до Петербурга, ну, сколько, 6 часов езды, и все. И вы вот в этой вот зимней снежной сказке. Летом там тоже очень классно. Вот. Будем считать, что у нас первая глава окончена, потому что если в сторону Сартовала ехать и смотреть красоты Карелии, которые находятся здесь, между Карельским перешейком и Ладовским озером, то мы смело за недельку можем с ними справиться. А если поехать с другой стороны? Ведь у Карелии есть же еще красавица Онега, между прочим, второе по величине озера Европы. Для этого мы пользуемся трассой не, ну, при Озерском шоссе, а трассой Кола, Мурманской. Причем очень долго едем, правда, красиво, потому что собираем отличную коллекцию вот этих вот рек, которые протекают по Ленинградской области. Здесь вам будет попадаться просто в дорожных указателях и, соответственно, под мостами. Нева, Волхов, Сязь, Паша, Аять, Свирь. И это все великие, мощные, красивые реки в районе Свирицы так и вообще есть. Настоящая, знаете, такая ленинградская Венеция. То есть поселок, где нет дорог, где только прорыты каналы, и даже местные жители там только на катерочках и лодочках перемещаются. Расчудесная красота. Плюс Ладейное поле, город симпатичный, где тоже можно чуть остановиться по берегу, пройти Петра Первого, вспомнить. И Аланец еще до Петрозаводска достойной остановки город, который является, ну, чуть ли не единственным на территории Российской Федерации, где Карелы составляют большинство населения. Не Сартовало и не Петрозаводска, а именно вот этот Аланец, который когда-то, опять же, своими металлургической промышленностью своей был славен. До Петрозаводска четыре с половиной сотни. То есть, опять же, ехать можно там часов за шесть-семь, не торопясь, можно целый день со всеми красивыми остановками. И вот вы добрались до, ну, по-настоящему столицы Карелии. Самый большой город республики, треть миллиона проживают. И по названию, особенно тем, кто не знает, что такое Петрозавод. То есть, ну, явно Петр Первый строил какие-то заводы. И мол, ну, что нам там сегодня делать? Да, то есть, явно какой-то промышленный центр. Так и было когда-то. То есть, Петровский Александровский завод, ОТЗ, вот этот знаменитый, Онежский тракторный завод. Это все градообразующие были предприятия. ОТЗ, между прочим, делал, только представьте, плавающий трактор. ТП-90, по-моему, как-то так называлось. Можете представить вообще? Плавающий трактор, да? Вот, там их можно посмотреть даже на проходные заводы. Но мы не для этого едем. Нет, ни в коем случае. Не пугайтесь названия. Петрозавод – город очень зеленый. Город очень красивый. Город очень компактный. Очень милый. Плюс отличные туристические инфраструктуры. Есть и хорошие отели, и ресторанчики. И отличное место, откуда можно, опять же, знакомиться вот с этим регионом. Карелии чуть-чуть другим. Не столько ладожским, сколько Онежским. А на Онежском озере, ну, опять же, Кижи или Кижи, как хотите, расчудесный, самый выдающийся, наверное, памятник древнего деревянного зодчества. Это чудный ансамбль, который появляется часа через полтора, после того, как вы погрузились в метеор на набережной Онежского озера в Петрозаводске. Метеоры еще-таки из советского производства, им полвека эти метеоры. Они так с тарахтением и гудением несутся по глади озера. И потом, оп, появляется, как будто бы даже двигатель стихает. Когда появляются вот эти главки, они на солнце, полное ощущение того, что переливаются серебром. Хотя, конечно, Лемехи эти деревянные, естественно. Это вот та самая, там, восьмерик на четверике, да, мера и красота. Это вот то, как умели строить 300 лет назад в этих краях. Это особое место. Мне кажется, здесь просто должен побывать каждый, потому что, да, оно туристическое, раскученное, да, как мы говорим. Но посмотрите, это фотографии моих туристов, которые мы сделали прошлым летом. Ну, идиллия же, правда? Очень красиво, конечно. Ну, просто там нет комаров, вот что-то уже здорово, потому что там всегда ветерочек такой. Там открыты вот эти вот пространства, там очень много солнца, несмотря на то, что север. То есть там можно так сесть от скамеечки и наслаждаться вот этой красотой. Долго не буду, потому что про Кижи, конечно, все знают. А Кижи это на целый день, прямо с раннего утра до позднего вечера вернулись обратно в Петрозавонск. А потом можно сделать хороший круг, например, кивач и марциальные воды. Алмазно сыплется гора с высот четырьмя скалами. Жемчугу бездны и серебра кипит внизу, бьет вверх буграми. Это, как говорил Роман Державин, он, ну, по службе в Карелии прожил довольно много. И вот эти строки посвятил водопаду. В Державинские годы, то есть во второй половине 18-го, он был намного более мощный. Там все потом чуть изменилось на реке Суна. И кивач такой, каким мы его видим сейчас, все равно хороший. Вокруг него хороший природный маршрут, такая экотропа. Опять же, часть-ка полтора там точно есть, что поделать. Есть, опять же, скамеечки, где можно просто посидеть и послушать вот это вот течение воды. Наверное, один из самых знаменитых водопадов Карелии. Если кружок этот, кивач, марциальные воды вот именно в таком порядке строить, то как раз, да, за полчаса до Петрозаводска можно заглянуть на первый российский курорт. Представляете, первый курорт России, это 1719 год. Это вот те самые марциальные, потому что бог Марса, бог железа, они железистые, вот эти воды. Приезжать туда на 15 минут, ну, может быть так, любопытно. Лучше, конечно, недельку-другую и после консультации с врачом, чтобы прям полечиться. Но даже те, кто просто остановку там делают, вот просто считают своим долгом, попробуйте всех четырех источников водичку. А молодиться. Да, естественно. Она с разных глубин, там от 7 до 14 метров, она так самоизливается, над ней построены небольшие такие беседочки. Есть информационные плакаты, которые рассказывают, от каких болезней лечат эти воды. Понятно, что от всех сразу, это ясно. Там разные минерализации, с разным содержанием железа, нужно это все правильно попить. И главное, если вы наберете просто пластиковую прозрачную бутылку, эту воду, она будет какое-то время прозрачной. Через там часов 5-6, ну, вы думаете, домой довезете, там бабушку родную полечить. Это все будет рыжее такое, да, это уже будет. Бабушка пить не согласится, поэтому точно лучше приезжать туда. Чтобы не видеть, во что она превращается через 5-6 часов. Да, 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 это надо пить. Ну, про многие курорты, блин, логически говорят, что воду надо пить на месте. Но не водой единой, Карелия это очень вкусно. Мы наш урок с этого начинали, куда же без этого. Во-первых, рыба. Тут, Анна, вот я вас полностью поддерживаю. Роскошные форелевые хозяйства в Карелии и тут, и там. И поэтому уж если вы приезжаете в Карелию, то да. Рыбные супы, форелька запеченная. Слюни. Да, вот с картошечкой. Вот эти вот чудесные... Карельские пирожки, боже, да. Да, карельские пирожки такие с защипами. Они есть и с рыбкой, и с мясом, и с картошечкой, и с рисом. Есть и сладкие, есть и мини, прям вот совсем такие большие, красивые. Плюс у Карелии интересная история со специями. Очень долго традиционные специи просто карелам были недоступны, поэтому они все ароматные корешки собирали в лесу. И вот поэтому всякие лесные травки, лесные там ягодки, ягель. Это мох, которым олени питаются, тоже добавляют. Карелы молодцы. Чаи разные вкусные. То есть и иван-чай, понятно, и вот так называемый карельский чай. Когда все то, что вот в лесу ароматного собрали, заварили, и это очень вкусно, классно. Ликеры карельские тоже, может быть, любопытно. И вообще смело можно такую, знаете, кулинарную тему в Карелии в зависимости от региона, вот везде чуть-чуть развивать. То, что регион вкусный, вот это совершенно точно очевидно. И здорово, что очень много хороших ресторанчиков, действительно достойного уровня кафе, появляется, ну, по крайней мере, в крупных городах. И Сартовало, и Петрозаводск могут смело ими похвастаться. А вот если мы доставшиеся считанные минуты, тем не менее, хотим чуть углубиться в Карелию и поехать на север, а ведь берега Карелии, это не только Ладгая Нега, это еще и аж Белое море, у Карелии есть берег Белого моря, то есть она довольно вытянутая с севера на юг, то можно найти, вы не поверите, вулкан. Вроде бы Карелия, да, край такой спокойствия, тишины, и о вулканах тут как-то говорить не принято, но Гирвес это вулкан, это палео-вулкан, вулкан, которому там несколько вообще миллиардов лет, он давным-давно потух. Но вот эта вот застывшая лава, это то, где можно вот так походить. Вы видите моих туристов, которые вот тут радостно, не боясь того, что это вулкан, фотографируются на фоне вот такой чудесной карельской природы. Опять же, ну с десяток фильмов можно назвать, которые здесь снимались, очень красивые места, палео-вулкан Гирвес, где тоже можно остановиться. А потом, например, либо переночевать, либо сделать остановку, можно в Медвежьегорске. На первый взгляд, город не очень, скажем так, туристический. Потому что город на свет появился в 30-х страшные годы, когда строили Беломоро-Балтийский канал. Страшные, потому что там разных преступлений против человека, конечно, сталинский режим совершил очень много. И если, знаете, там Суэцкий длиной в 160 километров, его строили там 10 лет, то Беломоро-Балтийский длиной в 227 километров построили за 20 месяцев. Но вот тем не менее, кроме той гостиницы, жуткой, которую видите здесь на экране, сохранившись как раз в 30-х годах, Медвежьегорск, посмотрите, это еще вот такой пляж. Это самый север Онежского озера, идеальный песочек и вот такая гладь. Я могу сказать, что я даже купалась в этом городе, на этом замечательном пляже. На телеканале 78 продолжается внеклассное чтение. Продолжаем слушать про красоты Карелии. Денис, давайте продолжать. Остановились мы как раз на пляже, безчудесном пляже Медвежьегорска. Действительно хорош тем, что мало кому в голову придет летом взять и поехать покупаться в Медвежьегорск. Поэтому вы вполне, может быть, будете просто одни на этом пляже. И это его большой плюс. Ну, не будет там горячая кукуруза, никто не прокатит вас на банане. То есть такой инфраструктуры нет, но идеальный песочек. В Карелии может быть тепло. И да, нега где покупаться. Не то, что прям поплавать и насладиться теплой водой. Ну, окунуться можно. Окунуться можно, совершенно точно. У меня тем летом дети мои 9,5 лет вот с удовольствием купались в Онежском озере летом. Да, если повезет с погодой, это возможно. А еще про Медвежьегорск, знаете, хочу добавить. На окраине города сегодня восстанавливается голубятня, которая снималась в легендарном фильме «Любовь к голубю». На месте того дома, где происходило действие, там сейчас стоит новый дом, новый владелец прекрасно знает эту историю, и он восстанавливает голубятню. Какая прелесть. Представьте, можно найти в интернете адрес, к нему заехать и вызовут Евгений. Евгений, привет. И просто посмотреть хорошо с детства известные места. Кто любит этот фильм, кто действительно, я думаю, видели, и по нескольку раз пересматривали. Это вот именно карельские красоты, и именно Медвежьегорск. Если двигаемся дальше, опять же, чуть ближе к Белому морю, посмотрите, какое говорящее название. Беломорск. Вот эти пороги, которые видите вы, это речка Выгг, которая впадает как раз-таки в Белое море. И Беломорск, опять же, непростой город, просто потому что Беломоро-Балтийский канал, да, унес тогда, ну, просто тысячи жизней. Но здорово, что, опять же, там хватает пемиалов, памятников, хотя бы просто такие православные аккуратные кресты, которые вдоль этого канала стоят. Тоже та история, которую нельзя забывать. И в Беломорске есть так называемый последний шлюз. Шлюз номер 19 он называется. Его называют как раз последними такими воротами в Арктику. То есть на всей протяженности Беломоро-Балтийского канала, 227 метров, там шлюзов, понятно, хватает, больших, серьезных, мощных. И вот 19-й по счету, вот это как раз здесь, в этом городе. То есть там можно постоять, можно увидеть дальше все, вот прям Белое море, представляете, доехать, взять на своей машине, доехать до Белого, это возможно. В Карелии, причем под достаточно хорошим дорогом, на севере Карелии, они узенькие, но хорошие по покрытию. Поэтому никаких полноприводных джипов, обыкновенная легковая и вперед. И опять же, город, в котором, ну, визит даже небольшой группы, это событие, о котором потом неделю будут разговаривать. То есть там правда, плотность населения совсем небольшая. И пройтись по этим улицам, посмотреть эту природу, которую не замечают местные в этом окружении живя, да, и которая для нас будет, конечно, экзотикой. А если вы, ну, скажем так, любитель загадок, то тогда нужно найти в тех краях, после Беломорска, местечка, которое называется Залавруга, Залавруга, петроглифы. Петроглифы, вот эти вот изображения, рисунки на камнях, вот, как мы видим, выполнены древними людьми, причем их возраст там плюс-минус 4-5 тысяч лет. То есть они были сделаны еще тогда, когда, например, не было не то, что там нашего города, не было Невы, как реки. То есть Нева достаточно молодая река, вот эти рисуночки, они постарше. Причем посмотрите, с какой детальной точностью они проработаны. Залавруга – это место, где, скорее всего, вот эти люди не жили, они где-то охотились неподалеку, приходили из поселений, вот следы которых как раз обнаружены тоже неподалеку, и приходили, возвращались вновь, что-то их там привлекало, может быть, какие-то культы, каким-то божеством, может быть, просто удачное, удобное место для охоты. Поэтому видите, да, вот тех самых там оленей и лосей, людей на лыжах с лыжными палками. Это фантастически интересно. В Карелии хватает сегодня специалистов, которые петроглифами увлекаются, и если вот удастся заполучить такого гида, специалиста как раз, то, знаете, это большое удовольствие – пройтись вот там. Единственное, что вот там, ну, по крайней мере, так резиновые сапоги должны быть в багажнике машины, потому что не везде там экотропы, да, иногда прям нужно идти по лесу. Ну, и если еще пару десятков километров проехать наверх, то будет Кемска Волость, наконец-таки город Кем, который при всем уважении, тем не менее, оставляет такое достаточно тяжелое впечатление. Какие-то железнодорожные составы, какие-то угрюмые дома, но очень вкусные пряники, которые именно там делают Кемский пряник. Если будете в тех краях, прям обязательно привезите. И от Кемичуть в стороне находится Рабочий Островск, маленький, крохотный просто поселочек, опять же, центр деревообрабатывающей промышленности, где, тем не менее, построено несколько отелей на берегу не только для рыбаков, но и для тех, кто отправляется на Соловки. Соловки – это Архангельская область сегодня, ну, вот по этим административным границам. Но все равно те, кто уже добираются до этих краев в Карелии, ну, конечно, отправляются туда на целый день. Там точно надо побывать. Причем сам Рабочий Островск – город с фантастическими закатами. Я уж не знаю, как он так расположен, но закатом там можно любоваться просто бесконечно. Опять же, он снимался в кино. Может, кто помнит фильм «Остров» с Петром Мамоном. Вот его снимали ровно здесь. И вот эта вот циркушка, которая не была циркушкой, она будет специально построена как раз для съемок. Прошлым летом сгорела по каким-то совершенно непостижимым причинам. Мы с группой приехали, увидели, вот еще она дымилась. А так она, посмотрите, как здорово пиза, что украшала. А так вот такие гнилые сваи, которые вкусно пахнут вот этим вот такой вот морским таким вот йодистым духом. Какой-то край света. Просто край земли русской. Хотя ты прекрасно знаешь, что там еще Мурман с Архангельском где-то есть на карте. Но тут вот полное ощущение. Тут приехал на край света на машине. И вот этот пароходик, который не внушает доверия, который покачивается, баркас такой у причала, но именно он завтра вас повезет на Соловке. И поэтому там как-то перекрестившись, все-таки себя этому пароходу доверяешь. Да. Здесь заканчивается власть советская, начинается Соловецкая, да, как говорили сто лет назад. И да, вот он, видите, Соловецкий архипелаг. Мы крайне неожиданно, как раз говоря про красоты Карелии, вот сюда на него вышли, по одной простой причине. Если вы уже здесь оказались, туда ехать надо. А ехать таким, знаете, экспресс-набегом, с утра теплоходик туда, там быстренько везде все побегал, и потом обратно, неправильно. Края это не суетные, место это труднодоступное и не открытое нараспашку. Соловке-то не то, что постоял, сделал пару фотографий и уехал. Нет, там надо его почувствовать, там надо побыть, там надо погулять. Ну, говорят, что у него очень тяжелая энергетика, на самом деле. Непростая. Но, знаете, я где-то 50 на 50 слышал отзывы, по крайней мере, от туристов своих. Многие говорили, прям вот все, пару часов отвезите меня обратно. Потому что вот вся история вот этого лагеря, вот этих страшных преступлений, которые там были, она давит, она там просто висит, она там на каждом шагу. А с другой стороны, там же и были те, кто говорили, что здесь как-то вот очень светло, что вот сегодня это место как-то, не знаю, очищает, по-другому на нас с вами воздействует. И мы, жители, ну, больших городов, в Соловках, немножко сначала теряемся там от того, что просто не везде принимают карточки, да, и от того, что там нет асфальтированных дорог. А потом как-то мы находим в этом особую прелесть, в ботаническом саду, который там находится, вообще там, в приполярии, там, в этих огромных валунах, которые монахи на себе тащили, чтобы крепость строить. Заземляет, да? Заземляет, да. Соловецкий архипелаг, он заземляет, это так. И для того, чтобы там посмотреть, ну, хорошо, не все, но хотя бы все самое основное, все самое интересное, смело там нужно переночевать и 2-3 дня провести. А как-нибудь устроить себе, например, роскошный вечер с мидиями, которых там собирают и просто в ведре варят. И да, это очень здорово и классно. Ну и, соответственно, потом, там, через пару дней, или в этот же день, да, тем же теплоходиком обратно, на Белом море бывают шторма, и бывает довольно серьезная качка. Плюс на Соловки надо всегда тепло одеваться. Это уже те края, куда даже если вы едете там в августе месяце, вы берете такой легкий летний пуховичок. Ну, что вообще петербуржцам тоже знакомо. Свойственно, это нам всем свойственно, да. Легкий летний пуховик. В тех краях он точно-точно пригодится. И еще здорово, что это места, где, как мне кажется, по-другому течет время. То есть за трех-пяти дневный вот такой вот отпуск в Карелии вы приезжаете как будто бы другим человеком. Из-за того, что вы надышались этим воздухом, насмотрелись эту природу, всякую эту вкусную рыбку поели, а из-за того, что, скрепя сердце, но окунулись в Онежском озере и увидели Соловки, вы возвращаетесь другим. Другим это то, что, мне кажется, любое путешествие... Здорово, если каждое путешествие так тебя меняет. Мне кажется, что Карелия меняет человека к лучшему совершенно точно. Карелы очень дружелюбные и гостеприимные люди. То есть вроде бы северяне, которые должны как-то так опасливо встречать гостей. Нет. Вот у меня просто несколько друзей в Карелии, которые каждый раз, когда узнают, что мы едем в Петрозаводск или в Сартовал, вот с удовольствием приглашают гостей. И всегда рады видеться. Это чувствуется, это классно. Но инфраструктура стала немножко по-другому? Ну, я имею в виду лучше. Больше отелей, может быть, действительно. Немножко там ремонтируют развали на архитектуру, прибирают Карелию. За лет, наверное, 10, что я езжу в Карелию регулярно, я вижу эти изменения каждый год. И они все в лучшую сторону. Вот это совершенно точно могу сказать. При всем том, что я стараюсь не закрывать глаза на минусы, и в том числе глаза своих туристов. Но то, что хорошие дороги, и вот эти федеральные трансы, и то, что хорошие рестораны, хорошие отели, это однозначно. В Карелии туристической инфраструктуре сегодня все здорово. Спасибо за такую интересную экскурсию и лекцию. С нами был Денис Зоткин, гид и путешественников. Он рассказывал нам про красоты Карелии. Всегда смотрите телеканал 78 и программу «Внеклассное чтение». Редактор субтитров А.Семкин